Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Она забывает о том, что кто-то ее снимает или смотрит на нее Или оценивает, поэтому здесь она раскрепощается Песочная терапия – одно из любимых занятий Насти В спокойной обстановке, наедине с педагогом, она чувствует себя в безопасности Задание «Один день моей семьи» – для девочки возможность проговорить какие-то свои страхи и чаяния Мы не знаем, что было в жизни Насти в то время, пока она росла в семье Но, видимо, что-то очень важное связано для нее с папой Для него она выбирает фигурку в демоническом обличье И при этом хочет, чтобы папа в доме обязательно был Папа нужен? А зачем? Чтобы меня воспитывать А тебя тяжело воспитывать? Ты послушная? Так, ты какой у меня трафарет будешь рисовать? Вот это Ну вот попробуй подой сначала вот сюда, в сторону Внизу Вот, видишь, отлично Все, сейчас я тебе подготовлю И лишним убежим Посильнее Настя очень ранима С первого взгляда видно, что ей не хватает теплоты Девочке очень важно быть рядом со значимым взрослым Воспитатели в группе хорошо знают потребность Насти во внимании и тактильном контакте Она может долго стоять, прижавшись и ожидая ответной ласки Настя, конечно, очень зависит от своего настроения Для нее очень важно, чтобы обстановка вокруг Насти, ну, вокруг нее была спокойной И шум, скажем так, или драки, или крики детей ее выводят из себя Каким образом? Она начинает переживать и плакать Не любишь? Не получается? А тебе помощь нужна, чтобы тебе помогал кто-то? Да, математика там сложная А что, по математике троечки, наверное, ставят, да? Это примеры сложные Лепка, рисование Эти занятия Насти гораздо больше по душе, чем уроки Ну, а кто из нас любит делать то, что у него не получается? Хотя есть предметы, с которыми она справляется неплохо Девочка сегодня еще только пробует свои возможности И сама пока не знает, чему могла бы в будущем отдать предпочтение У нас тебе было желание, мы хотели быть массажистом Да, Мисс? Да А ты пробовала кому-нибудь массаж делать? Да, я воспитательную Да? Ну и как получилось? Да Ну, так массажистом будешь или еще какой-нибудь? Да, массажистом тут и все Настя натуры творческая Она легко учит танцы и стихи Обожает играть в куклы, кататься на роликах Девочка нуждается в большем разнообразии жизни, чем предлагается им в детском доме Ей хотелось бы чаще выезжать, получать новые впечатления Развлечения, которые устраивают им приезжие спонсоры Не так важны для Насти, как познание Мы в музей ездили В музей? Да А что в музее было? Там эти Там были птички живые Мы видели А еще что? Там очень много этих Игрушек, животных Чучело, наверное, да? Нет, там я лесу вижу, волка Там много Проговаривай слова, что ты видишь? Квартира Так, отделяй Капуста Капуста Сумакета Тебя уже слово-то пропустила Читай Петух 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 Настя не очень успешна в учебе Но она может завоевать людей другими качествами Душевными и очень искренними Несмотря на все, что происходит в жизни девочки, она их сохранила Она добрая и ласковая И особое ее желание очень сильно Она про это не стала говорить Но она очень мечтает Очень мечтает Найти семью Людей, которые ее примут Молодец Молодец Даешь всем пупки? Да Яркий свет явно доставляет малышу дискомфорт Но при этом он совершенно не мешает Матвею радоваться Мальчик он эмоциональный И его радость вызывают многие пустяковые моменты Красивые игрушки, добрые взрослые и просто возможность двигаться Яркое солнце и сильные лампы заставляют Матвея щуриться не случайно Это проблема у малыша с рождения, и с ней разбираются медики У него врожденная аномалия развития глаз Которая ведет к достаточно значительному снижению зрения В перспективе в ближайший месяц мы оформляем ему инвалидность по этому заболеванию И, конечно, этим заболеванием нужно будет заниматься и в дальнейшем Необходимо ребенку единственно одевать темные очки на улицу Особенно в солнечную погоду и в дневное время В помещении он находится без очков Молодец Никакие проблемы, в том числе и со зрением, не могут остановить Матвея в желании познавать мир В этом возрасте каждый день приносит ребенку новые достижения И в этом процессе Матвей уже начинает проявлять настоящий мужской характер Матвей начинает осваивать новые движения и в ходьбе, и в игре И целеустремленно этого добивается То есть он самостоятельен И если вдруг нужна какая-то помощь, то старается обходиться без нее Всячески показывая своими движениями, руками, отстаиванием Может быть, иногда голосом, что его нужно оставить в покое И дать вот эти 2-2 минуты или 3 минуты, чтобы он сам сделал шаги Понятно, что ему необходима помощь, да, держать за руки, либо с опоры Но если появляется возможность самостоятельно перемещения, ползания, свободных вхождений То он с удовольствием это делает, и ему приносит огромное удовольствие Давай, играть Катай Лови Давай, не мячик Лови, Матвей Давай, красави Матвейка – очень активный малыш Он практически не отстает в развитии от своих сверстников Обожает, когда ему уделяют внимание взрослые И прекрасно ладит с детьми Педагоги говорят, что в этом взаимодействии легко увидеть, как много доброты заложено в этом ребенке Когда он находится в кругу сверстников, он делится игрушками, он никогда никого не обижает То есть нет такого, чтобы ребенок отнял у кого-то игрушку и начал с ней играть Он, скорее всего, отдаст свою игрушку, чем отнимет у того, кто находится рядом Ну давай, попробуем Удивительный ребенок почти не проявляет упорства и не капризничает Его можно легко уговорить поменять занятия Мальчик произносит много звуков, каждая эмоция неизменно сопровождается каким-то тарабарским наречием Матвей очень нуждается в любви, заботе и внимании Этого невозможно не заметить Ребенок нежный, откликается на ласку Ребенок очень хорошо откликается на тактильную чувствительность То есть когда его гладишь, когда берешь на руки, когда целуешь Он начинает улыбаться, лепетать и отвечать за имность К незнакомым взрослым Матвей некоторое время присматривается Внимательно наблюдает за тем, с какими намерениями пришел человек А уже потом, когда процесс изучения незнакомца заканчивается в пользу доверия Проявляет его очень щедро Дает руку, садится на колени И готов бесконечно смотреть в добрые глаза Малыш обязательно должен быть кому-то нужен Разве может быть иначе?